и вот ребят наконец-то мы закончили как хорошо что это получилось потому что я не думал что сегодня мы вообще начнем работать потому что утро оказалось очень жарким я был реально в шоке я даже не знал что делать как бы полен просто думал все хана короче хана на сегодня хана на понедельник тоже понедельник тоже не смогу выйти на работу подставлю нового заказчика но оказалось все не так уж и сложно главное не бояться как говорится глаза боятся руки делаю так что ребят приятного просмотра смотрим и пишем комментарии короче 5 парни сейчас утро ранее блин а мы сломались я не знаю сейчас буду ковырять проводку машина вообще не едет нихуя нифига не едет просто пипец выдает ошибки по блоку и dc газу не дает делать ну короче полная жопа а бывают на нейтралке стоишь она как сама газует резко стрелки все падают блин не знаю будем разбираться в чем проблема мне на загрузку к 9 30 сейчас 7 часов сделаю я не сделаю я не знаю буду стараться искать ошибку скорее всего с проводка проблема вот что показывает и dc файл рули на не знаю там неисправим 0 3 27 7 2 0 3 27 7 походил проводка где-то сейчас я возьму короче сниму где предохранители главное доехать мне и блин тут ковырять там смотреть мне кажется там проводится в этой фигне с проводами проблема ну или блин я давай есть или короче это самое на раме на самом блоке короче понятно да то едет то не едет ну фиг узнать что за фигня вот сейчас опять ффр 03 277 но сейчас почитаю что из-за ошибки ну и дальше буду смотреть в чем проблема жесть она просто сама газует и едет не едет короче жопа полная не понятно в чем проблему что она хочет ну сейчас скорее бы до мчать до стояночки то блин то пипец просто просто пипец надо было не уезжать когда так включила а наш мясо утра она у меня с утра короче не завелась что-то херня какая-то была и все и пипец просто полный и более я аккумуляторы скинул ошибку вроде как завелась сейчас опять как еще при ключе фиг узнать чё и надо нам на главное до стоянки дотянуть то что тут нам стоять не надо короче снял фр блок посмотреть что тут с проводами ну как бы тут у меня уже что-то плавилось когда-то я не знаю вроде как все нормально но если dc выдает значит надо смотреть проводку на изгибе сейчас подниму кабину и буду искать этот обрыв может где-то тут что-то куда-то контачат фиг он знает хотя все собирался на хомутиках висело четко не знаю куда тоже есть но сейчас куда-нибудь да полезем может где-то провода и коротят херу поймешь так парни скрыл гофру все посмотрю провода которая не работа не это самое которые херовые может быть в них тут дело обрезал нефиг на провод с генератора он не беда сделаем обратно сейчас нам надо посмотреть зеленые провода всех найдем этот где ты видел то нужно соединить если не найдем нужно будет копать дальше посмотрим где-то я видел тут точно где-то были вот и нашел два провода зеленых 150 я посмотрю он не все-таки все девять где номера ну какой он трухлялый весь 159 еще какой-то но не вместе в переплете идут переплете вот так вот замутанным косичкой 159 это у нас вроде как иммобилайзер может быть в нем и есть проблема сейчас соединим посмотрим как будет работать потому что помню когда-то мы вам видите встал уж оранжевый его и делали иммобилайзер вот один идет вот так вот 159 наверно как раз таки наверно за 159 ну она еще смотрим внимательно вот это по-любому надо сделать смотрим смотрим внимательно выигрываем обязательно короче сходили в ленту сейчас идем обратно к стоянке взяли зажигалку то у меня короче не было вернее было только потерял ее сейчас чтоб не париться долго не не копаться соединю эти два провода 159 и и 160 заведу машину по ходу они друг другом коротили и такие глюки были если что позвоню валере спрошу куда дальше лезть что смотреть обжал 159 провод обжимкой да он там оранжевая часть я ее тоже отрежу нафиг синий целый пущу до туда также вокруг друг друга обмотая наверно косичкой вот и 2 я заменю на желтый сейчас это все соединю а потом короче проверю как у меня там все будет показывать нормально или нет тоже заведется она или не заведется заодно посмотрим на ошибки пока соединял 159 провод еще один гнилой нашел зеленый весь это у нас 15 014 не знаю за что он отвечает ему тоже сейчас соединим чтобы не был такой сгнивший все парни короче соединили два провода три точнее 159 160 5900 который откусил и и и и и и и где там еще этот провод то еще один какой-то а вот 15 014 тоже было сгнивший сейчас заводим пробуем смотрим что получится забрался это пипец просто с мода 030 88 6 038 86 фиг на завестись завелась а что это за ошибка я не знаю сейчас будем смотреть понял чё за ошибки чуваки аж датчики не подсоединил я их отсоединил и а подсоединить не подсоединил сейчас подсоединю и проверим заново будут какие-либо ошибки или нет так парня все завелось ошибок вроде как нет и дает даже я залезу посмотрю вроде как все работает собираем едем не повезло так не повезло проедемся посмотрим дороги как все покажет. Теперь главное вот эту сучу. Это деморрой пипец какой. У меня еще и хомутов нету. Надо заехать купить. Просто пипец. Столько проводов, блин. Идем в запчасти. Не знаю. Первый вход куда точно я успею. Две я точно уже не сделаю стопудово. Надеюсь. Надеюсь. Тоже найдет замену. Блин, позвонил корюшу Жеке. Он сегодня в Новгород едет. Херово. Так бы, блин. Было бы круто, если бы он приехал. Хотя бы первый вход куда отвез. Чтобы логиста не напрягать. Сейчас подумаю, кому еще можно позвонить. Если что, наберу, блин. Санька там еще одного на Мерсе. Попрошу его съездить. Вроде как все сделали. Пипец. Немного чумазая. Руки вообще в хлам, блин. Все поцарапаны, порезаны. Ну, блин. Торопимся. Все, логист позвонил. Он сказал, может перенесем вторую входку на завтра. Мы тут все-то собирали почти. Осталось чуть-чуть совсем. Собрал почти всю гофру. Кто будет говорить, надо было там, это самое, нормальное заизолировать. То, все. Короче, честно, мне насрать, ребят. Мне сейчас надо успеть на загрузку. Все равно это потом я буду опять вскрывать и покупать новую гофру и уже ставить. Потому что эта гофра протертая в местах. В этих местах протерта как раз-таки, где зеленый провод был. Видите? В этих протерта. Там протерты, где хомутики. Вот тут вот протерта была. Там тоже провода были зеленые, ну, протерты. Вот. Ну, тут, естественно, она не протерта. Вот так вот. Там все зацепил. Тут все зацепил. Сейчас сюда хомут одену. На эту гофру. Там тоже все сделал. Как надо, вроде как. Вот. Запарился хомутик. Вот сюда беленький. Видите, где ставить? Там специально там крышечки, такие две прорези. Ну, поставил. Сейчас тут еще заизолирую. Это вон там видно. Что-то. И, короче, все. Сейчас вот закрываем. И, ребят, едем, блин, грузиться. Просто пипец. Вот этот трэш. Блять. Ау, фак. Что дерешься-то, а? Я тебя делаю, а ты дерешься. Вот этот трэш, короче, полный с утра, блять. Честно, блин. Нормальных слов, блять, не подобрать. Кстати, купили мембрану запуна. Скорость поменяем. Может, сегодня же и поменяем. Я не знаю. Ну, все, парни. Как бы все сделано. А сейчас заводимся. Проверяем. Проверяем. Ошибки будут, не будут. Если не будут, то сделали. Починили то, что нужно было починить. Если будет, заново вот это все разбираю. Все провода тогда сниму. В деревню поеду. Все разберу нафиг. Абсолютно все. Каждый провод проверю. И по-любому что-нибудь найдем. Ребеди, все собрано. Ну, тут, блин, прикиньте, на этом неприятности не заканчиваются. Смотрите, что с ремнем. Пипец. Хорошо, что у меня ремень был, блин, е-мое. Жека мне тогда подогнал, короче. Надеюсь, что он такого же размера. Если не такого, тогда жопа вообще. Ладно, сейчас. Тут у нас ключик на 15, наверное, сколько. Ну, тут фигня, короче. Он быстро и легко одевается, легко снимается. Он короткий, маленький. Так что сейчас ремень поменяем. Это главное, чтобы подошел. Поэтому хана вообще. Там мы все сделали. Ну, короче, так. Мы как-то все сделали. Сейчас будем ремень менять. И едем грузиться. Вот сняли ремень. Смотрите, какой он. Жесть просто. Вообще. Весь потресканный. Как он у меня еще не развалился на ходу. Как я его не мог заметить, е-мое. Вот Жекин ремень. Кстати, фирма Дизель Техник. И он реально толстый такой вообще. Толстый-толстый. Новенький. Спасибо, Женьку. Чувак. Респект и уважуха. Твой ремень как кстати, короче. А то бы сейчас бы поехал, еще бы и ремень бы в дороге порвался. Была бы вообще жопа. Так, парни. Вроде как сделали все. Тут все собрали. Мусор. Блин, приеду суперу, короче. Ладно, сейчас закрываем капот. Пробуем заводиться. Посмотрим, что у нас там получилось. Заводимся, парни. Давай, что-то нам по ошибкам покажешь, а? Нет воздуха. Ой. Альтернатор, дисплей, дефектив. Хер знает почему. Но это мы уже разберемся потом. Нам главное завестись и поехать грузиться. Все. По ходу дела мы это победили. Ну давай еще поработаем немного. Сейчас воздух накачает. Посмотрим, что-нибудь выдаст. Ну, выдал. Альтернатор, дисплей, дефектив. На дисплей не приходят сигналы, я так понял. То есть, генератор у нас. Мы там же провод порезали, да? Но его соединили, блин. Ну, по-другому мы никак не могли соединить, по-плохому. Сейчас посмотрим. Ну, зарядка идет. Соответственно, что-то фиг знает с чем. Короче. Не знаю, с чем это и есть. Ладно. Потом как-нибудь разберемся. Так, ребят. Ну, короче, вроде как все нормально. Ошибок нет, кроме вот этого генератора. Не показывает по типу дисплей. На дисплей не приходит сигнал с генератора. Точнее, фиг знает. Ну, короче, нет ошибок. Есть вот этот альтернатор, дисплей, дефектив. Ну, это фигня. Короче, выяснил одно сегодня утром. Утро сегодня не удалось, реально. Машина просто взяла сама, начала глохнуть. Сначала с утра не заводилась. Я не стал даже снимать этого. Думал, ну, блин, глюк какой-то. Скинул клеммы с аккумулятора. Одел обратно, завелась. Все нормально было. Все зашибись, короче, да? Вот. Ну, и, блин, поехал. Начинает трогаться, выезжая, как только на дорогу. Фигак она начинает так глохнуть. И медленно ехать. Пишет, короче, да? ЕДЦ неисправен. Ну, в файруруре, я так понял, это неисправен, короче. И это самое. И выдает ошибку. 0,3, 0,76, 0,9. И 0,3, 0,88, 0,6. То есть, как бы, блин, вот такие две ошибки выдавал. Плюс еще выдавал ошибку 0,38, 47, 10. Вот, запомнили, да? Ну, в принципе, что, показал, что надо сделать при таких ошибках. Просто залезть, выдернуть ковцу, короче, из блока ЕДЦ. Полностью ее вскрыть и глазами смотреть и искать зелень. И где у вас перетерты провода. Так что смотрите за проводкой, не паникуйте. Аккуратно просто вскрывайте и проверяйте глазами все. А потом уже звоните электрикам, если ничего так не получается. Теоретически тут ничего сложного нет. Практически неудобно. Вот так вот. И гофра очень жесткая. Ее нереально резать, вообще нереально.